МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, добро пожаловать на автодром в финском городе Коувала, где проводился предпоследний этап европейского ралли-кроссового чемпионата 2012 года. В самом престижном классе машин дивизионе Суперкарс заявились 25 пилотов, причем половина из списка представителей Балтийского региона. Девять финнов, три эстонца, то есть в группе основных претендентов на высокие результаты намечалась не такая уж жесткая конкуренция. 12 пилотов, которые постоянно участвуют в еврогонках, скорее всего распределят между собой места в финальных заездах точно. Однако совсем списывать со счетов тех же финнов не стоило, ведь на родной трассе они вполне могли выступить удачнее некоторых зарубежных гостей. На предварительной стадии гонки выясняется, что по причине болезни в Финляндию не приехал один из претендентов на призовой подиум сезона норвежец Александр Хваль. Зато все остальные претенденты здесь и между ними предстоит увидеть принципиальную борьбу. Говоря о призовом подиуме, мы подразумеваем второе и третье места по итогам евросезона. Первое же место и чемпионский титул на 99,9% уже в собственности россиянина Тимура Тимирзянова. Если бы я стал на сегодняшний день случайно, скажем так, чемпионом, это было гораздо более эффектно снаружи, это было больше эмоций. Но так как я, в принципе, знал и шел к этому, то есть я уже мог праздновать до начала этой гонки, потому что я знаю, что американец не едет в последний этап в Германии, поэтому как бы мне вообще, у него две победы не получаются, а он не набирает нужное количество очков. Поэтому я уже был к этому готов, то есть как бы сейчас я просто, скажем так, более расслабленный. Почему мы оговорились с 99,9%, так это потому, что верить на слово, конечно, можно. Это на тему того, что Тимирзянов знает, что Фоуз не поедет в последний этап в Германии. Но если у Фоуза появится шанс, и он переменит свои планы, вот чтобы у американца не осталось никаких шансов, и надо было Тимирзянову ехать в гонку и зарабатывать зачетные очки. Очков-то надо было совсем немного набрать, парочку, то есть квалифицироваться, ну, в Б-финал, скажем. Но это и было залогом абсолютной безопасности евро-титула. Хронометрируемая тренировка показала, что несмотря на определенную недомотивацию, Тимирзянов в порядке. Второе время после все того же Таннера Фоуста, и теперь надо было также благополучно проехать в трех квалификационных секциях. Ну а самым информативным эпизодом тренировок свободного профиля стал тот, в котором автомобиль Citroën DS3 англичанина Лиама Дорана остановился и запарил турбиной. Оперативная замена агрегата и Доран показывает третий результат в хронометрии. В общем, теперь все внимание к квалификационным заездам. Но для начала необходимо обратить внимание на пилота дивизиона Супер-1600 немца Рене Мюниха. Он стартовал в первом заезде своего зачета и очень высоко прыгнул на трамплине, да приземлился неудачно. Гонку временно остановили, и вскоре на участке трассы, где находится всем известный трамплин, начали работать бульдозеры. Подрезать грунт, чтобы прыжки были пониже, видимо, Мюних высказал пожелание таковое организаторам, и уважаемому немцу не отказали. Причем оперативно не отказали. Тимур Тимирзянов, кстати, принял действенное участие в уничтожении трамплина. К его мнению прислушивались, хотя сам Тимур был против реконструкции покрытия. Но раз решили срезать, значит так надо. Так сейчас посмотрим, может, хуже сделали. Сейчас интерес попадет в гонки. Все родятся в трамплине, в нем. В общем, квалификация суперкаров начиналась уже на трассе с измененным рельефом. Итак, первая серия, первый заезд. Интерес вызывает не только ожидаемое соперничество шведов, альфорцена и бельгийца Де Кирсмахера, претендентов на подиум Евросезона, но и как в этой кампании будет чувствовать себя дебютант суперкаров в 20-летний Тимми Хансен. Его Ситроен DS3 под 66 номером начал заезд с посещения территории за траекторией, но затем влился в состав и даже объехал троих соперников по ходу четырех кругов дистанции, включая Де Кирсмахера. Десятое время в первой квалификации очень даже неплохо для дебютанта, хотя с такой фамилией Хансен по-другому, наверное, и нельзя. Второй заезд первой серии. Заезд неизвестных для широкого круга болельщиков-пилотов. Хотя нет, один из его участников в свое время был на лидирующих позициях в финском классическом ралли. Йолни Ампуя управлял стареньким Фордом Фиеста и уже на первом круге потерял шанс на достойный результат. Лучшим же в той финско-эстонской кампании оказался Тиму Пятси. Его время было 13-м в первой квалификации. В третьем заезде британцы Кевин Проктор и Энди Скотт получили хороший урок быстрой и рискованной езды по треку в финском Коуле от эстонского парняги Степа Ойе. Эстонец ехал на Лансере шестой эволюции и сумел оставить с носом пилотов, входящих в топ-15 евро ралли-кросса. Вот только где-то по ходу заезда Ойе прокололся, и это увидели судьи и дисквалифицировали бравого парня из Эстонии. Так что быстрейшим оказался все-таки Проктор. Его время 12-е. Первый по-настоящему серьезный заезд исполнили Тимирзианов, Жени, Канерва и Хёдстре. На первом круге удачнее других действовал как раз финский пилот Янни Канерва, и он возглавил заезд с участием без пяти минут евро-чемпиона. Тимур Тимирзианов полкруга боролся за вторую позицию и добился своего, но проделать Джокер-маневр также решил на первом круге дистанции, из-за чего временно пропустил вперед француза Дэви Жени. На втором дистанционном круге лидер заезда Янни Канерва также решает проехать Джокер-Лэб и уже точно не выигрывает от этого маневра. Теперь он третий после Тимирзианова и Жени. Конечно, Канерва потенциально был перспективнее Жени, ведь француз еще к тому моменту в Джокер-Лэб не заезжал. Но на третьем круге Жени и в Джокер съездил, и позицию вторую с лезда Тимирзиановым сохранил. Канерва третий, теперь он треплет нервы шведскому парню Петеру Хёдстрюму. Больше перестановок в заезде не произошло. Тимир Тимирзианов на тот момент установил лучшее время прохождения дистанции, Дэви Жени второе, но впереди был еще один заезд, участники которого вполне могли улучшить показатели российско-французского дуэта. Пятый заключительный заезд первой квалификации суперкаров собрал на старте Фоуста, Дорана, Лисона, Охмана и Перкию Мяки. Американец и англичанин на первом круге дистанции подтвердили свое реноме, заняв первое и второе текущее место в заезде. Норвежец Мац Лисон отвоевал для себя только третью позицию, но шансов повысить свой статус по ходу заезда не растерял. Его удачный заезд в Джокер Лэб на первом круге оставлял варианты объезда лидеров. К тому моменту на трассе стал посвободнее, по техническим причинам сходит с дистанции Мац Охман. На втором круге становится очевидно, что как минимум Лиам Доран быстрее, чем Мац Лисон. Доран проехал Джокер и остался вторым в заезде. Ответный Джокер маневр Таннера Фоуста состоялся на третьем круге дистанции. Равно как и его конкуренты, Фоуст проехал Джокер Лэб без ошибок и на заключительный круг дистанции повел за собой соперников. До финиша порядок следования пилотов не изменился. Причем Фоуф, Доран и Лисон показали три лучших времени первой квалификации суперкаров, задвинув Тимирзянова и Жени на четвертую и пятую строчки протокола. Лиам Доран после финиша рассказал о своих проблемах в свободных тренировках, но выразил уверенность, что сумеет пробиться в финала без проблем, учитывая отличное начало для него квалификационной части гонки. Между первой квалификацией и второй была целая ночь. И той финской ночью пролилось на землю немало осадков. Дождь, судя по всему, не собирался прекращаться и во время гонки. Вкупе с показателями термометров плюс пять по Цельсию. Картина для болельщиков представлялась по меньшей мере неуютной. Про журналистское братство фотографов, телерепортеров и говорить нечего. Катастрофа! Но и пилотам не сладко. Скользко на трассе и аварийно опасно весьма. В первом заезде суперкаров пара пилотов уже по ходу первого круга прочувствовала на себе, что из себя представляет трек и как не рулится на его покрытии машина. Лидировал на протяжении четырех кругов заезда Йоуни Фраймадик на Субару импрезе WRX. Но в пылу борьбы забыл пилот, что в Джокер Лептес ездить надо разок обязательно. Вот и получилось, что финиш-то первый, а результат плюс 30 секунд пенализации. Так что лучшим в заезде оказался другой Йоуни, Ампуя, добывший десятое время для своего Форда Фиеста. Вторым заездом второй квалификации суперкаров со старта и до финиша правил бельгиец Михаэль Де Кирсмахер. 17-е время, показанное им в первой серии, ничего другого, кроме как мчаться, несмотря на мокрые обстоятельства, не оставляло. С испытанием Де Кирсмахер справился без помарок, а вот его оппоненты немало поошибались за четыре круга движения. Оппоненты были, конечно, не евроуровни, но все же. Де Кирсмахер четвертое время во второй квалификации, и это для него шанс побороться за место в финале А. Третий заезд. Погоду в нем делают Скотт, Проктор и Хансон. Молодому не удалось выбраться в лидеры, но от борьбы Тимми Хансон не уходил, а наоборот уже на первом круге искал для себя возможность объехать впереди идущих опытных соперников. Получилось не очень, потому как форт-фокус Кевина Проктора занесло, и тем заносом сломало траекторию, по которой Хансон уезжал на вторую позицию в заезде. Первым от начала и до конца в заезде проехал Энди Скотт. На финише его темп оказался седьмым во второй квалификации. Проктор – двенадцатое время, Хансон – тринадцатое. Молодой пилот боролся до конца, и болельщики оценили усердие Тимми. Лучший старт в четвертом заезде исполнил Тимур Тимирзянов. Худший – Лиан Доран. Но больше всех не повезло в дебюте первого круга Стигу Олову Вальфердсену. Его Ренок Лио уткнулся в забор на подъеме и остался стоять недвижимым. Через сто метров от места трагедии Вальфердсена на крутом правом вираже не удержал машину на траектории Янни Канерва, но с потерей времени все-таки финский пилот продолжил движение. Антигероем и второго своего заезда стал Стэн Ойя. Эстонец настолько был уверен, что может на равных ехать с Лианом Дораном, что и не вспомнил, где остановился аварийность и голов Вальфердса. Про желтые флаги и говорить-то излишнее. Представляю, как обрадовались механики Вальфердса, но увидев такой удар. Теперь им еще и кузовным ремонтом придется заняться. Со Стэном Ойей все проще – две дисквалификации и давай, братец, до свидания на родину. А тем пилотам, что остались в заезде – рестарт. Конечно, после того, как две машины убрали с трека. Да, со второй попытки Тимур Тимирзянов стартовал хуже. Эх, обидно, что из-за одного эстонца приходится лишний раз рисковать, напрягать технику, терять секунды на борьбу с оппонентами. В общем, Тимирзянов проехал вторым в повторном заезде, но с третьим кульфикационным временем. Победитель заезда Лиан Доран показал второе время серии. Лучшее время прохождения дистанции во второй квалификации дивизиона «Суперкарс» показал один из участников пятого заезда. Стартовали в нем Фоуст, Лисен, Женни, Маата и Хёдстрюм. Именно Петер Хёдстрюм на стартовый прямой легким касанием отправил, казалось бы, лидера Таннера Фоуста по трудной траектории, а сам возглавил заезд. Эпизод не вызвал вопросов у судей гонки, хотя Форд Фокус американца так и не пришел в себя после скитаний за пределами трасс. Причина – пробитое левое переднее колесо, а по такому мокрому грунту на трех колесах быстро не поедешь. Тут на четырех-то колесах бывает не вырулить. Но косвенный виновник беды американца Швет Петер Хёдстрюм сумел не только быстрее всех в заезде проехать, но еще и быстрейшее время второй серии привести к финишу. Марс Лисен – второй финиш и четвертое время. Дэви Женни – на финише третий с шестым временем квалификации. По итогам двух коллекционных серий и только Лиам Доран с четырьмя очками уже точно обеспечил себе место в финале категории А. Остальным пилотам придется потрудиться в третьей серии, чтобы пробиться на лучшие стартовые позиции финальной стадии гонки. Далее в программе смотрите, как пилоты боролись за победы под непрекращающимся холодным дождем. Кому повезло, а кто стал заложником погоды и технических проблем. Кто в итоге пробился в главный финальный заезд и на кого обратила свое внимание Фортуна. Подробности третьей квалификации финалов девятого финского этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года прямо сейчас в программе «Видеоспорт». Третья квалификация суперкаров, первый заезд и уже на старте первый скользящий неудачник – Сиво Виттанен. Ему помог покрутиться не только мокрый асфальт, но и соотечественник Айки Картунин. На первом круге в лидерах финн Фраймадик, оставивший за собой в том числе и шведа Вальфрадсена. На втором круге один финский пилот возвращает должок другому, и в заезде остается всего четыре машины. А за приличный, относительно, конечно же, результат, и того меньше едет. Только пара Фраймадик-Вальфрадсена. В таком порядке они и финишировали. Финский пилот – девятое время, шведский – одиннадзе. Норвежец Мац Охман стал несомненным героем второго заезда третьей серии. С пятой стартовой дорожки его Вольво С40 выиграл старт и не оставил преследователям ни единого шанса. Для тех, кто не знает, сообщим, что Охман-то инвалид и управляет машиной при помощи рук и специальных приспособлений. Пятое время в третьей секции открыло Охману дорогу в Б-финал. И это достойно вознаграждения пилоту за приложенные усилия. В третьем заезде серии стартовым успехом вознаградил себя бельгиец Михаэль Декирсмахер. Для него это был еще и стратегический успех в борьбе за место в финале А. А вот за вторую текущую позицию борьба получилась напряженная. Между Кевином Проктором из Англии и Тимми Хансеном из Швеции опять эта парочка. На первом круге взрослый англичанин оставил молодого шведа третьим. А на втором Хансен предпринял попытку сместить Проктора, но оказался за пределами трассы. Опять. Но, к счастью, без аварийной. Последним, кстати, Хансен все равно не приехал на финиш. Но сумма очков в трех квалификациях хватила шведу только на С-финал. Причем там же, в С-финале, ему предстоит еще раз стартовать все с тем же Кевином Проктором. Но Михаэль Декирсмахер сумел таки напрямую пробиться в финала благодаря как раз победе в том заезде. Для американца Таннера Фоуста победа в заезде третьей квалификации была категорически необходима. Он стартовал с Хёдстримом, Лисомом и Маатой. Стартовал не шибко удачно. Хёдстрим занял позицию лидера. Лисом, тот вообще застрял на первом подъеме и потерял несколько секунд. Но Фоусту не повезло больше всех. В третьей квалификации его Форд Фиеста встал на горе и больше участия в заезде не принимал. Причину позже рассказал сам пилот. Начало было неплохим, я ехал вторым и уже обдумывал свой план дальнейших действий, говорит Таннер Фоуст. Но тут внезапно выходит из строя щетки, очищающие лобовое стекло. И, сами понимаете, дальше ехать было просто невозможно. Петер Хёдстрим, оставшись без серьезного конкурента сзади, будто в хронометрии откатал четыре круга дистанции, выиграл заезд и время Хёдстрима оказалось лучшим в третьей квалификации дивизиона Суперкарс. Впервые в сезоне Швед добивается полпозиции на старте А-финала. Ари Маата – второй финиш и он в Б-финале. Мац Лисом, благодаря очкам за первую и вторую серии, тоже А-финалист. В заключительном заезде свою дальнейшую судьбу определяли Даран, Тимирзянов, Жени, Канерова и Скотт. Россиянину и в третьей серии не удалось заручиться лидирующей позиции. Активнее на старте оказался англичанин Лиам Даран. Но уже на горе той самой, где срезали трамплин, в лидеры выходит Энди Скотт. И это означало обострение интриги. Но Скотт-то хватило только на два круга. На втором его смещают на третью позицию, а еще позже и на четвертую. Теперь основное соперничество между Жени и Дараном, хотя и Тимирзянов недалеко. Все в том заезде решилось в финишном створе. На последнем повороте машину француза заносит и англичанин первый. Жени второй, Тимирзянов третий, но все трое в А-финале. А значит продолжение следует. 18 пилотов квалифицировались в финальную стадию гонки в финском Коувале. И начинаем смотреть за выяснениями отношений в финале С-категории. Стартуют 8 пилотов и только двум лучшим предоставляется шанс продолжить гонку. И удача на старте улыбается Ари Перкиомяки и Тимми Хансону. Вторая и третья позиции первого стартового ряда. Эта пара пилотов по ходу всего цифинального заезда выглядела предпочтительнее, чем другие. Причем Тимми Хансон в дуэли был быстрее. И за круг до финиша объехал Перкиомяки. Явно неудачно в Финляндии выступил Кевин Проктер. Напоследок он подправил с трассы Йоуни Ампую и, можно сказать, завершил гонку бесславно. Не очень успешных в дебюте б-финального заезда было сразу несколько пилотов. Тот же Тимми Хансон во избежание контакта с соперниками проследовал добрую сотню метров по грязи рядом с треком. Но самым невезучим вновь оказался Стигууэллов Вальфрендсов. Рено Клио, у которого вообще остановился, а затем прямиком поехал в Патдог. Молодой Хансон, в свою очередь, выкарабкался из грязи и уже к середине первого круга занял четвертую текущую позицию вслед за Фолстом, Матой и Скоттом. В такой последовательности пилоты ехали почти два круга, а потом Хансон и Матта отправились в Джокер, и Швед опередил Финна. Так что теперь уже можно было рассуждать о перспективе Тимми попадания в число А-финалистов. Поистине триумфальным для Хансона стал третий б-финальный круг. Когда Энди Скотт вышел из борьбы, Таннер Фоуст поехал в Джокер Лаб, и там был не особо удачным, а Тимми Хансон возглавляет заезд. Браво, Тимми! Для дебютанта Чемпионата Европы теперь было важным удержать позицию и не позволить результативно атаковать себя многоопытному Таннеру Фоусту. И эта задача была выполнена. Тимми Хансон и Таннер Фоуст проходят финал А, завершая комплектование состава участников главного заезда финского этапа Чемпионата Европы. Итак, да здравствует суровая финская действительность. Мокро, холодно, но гонка завершается при любой погоде, что называется. Тимур Тимирзянов среди участников А финального заезда девятого этапа Чемпионата Европы. Официально россиянин уже решил свою задачу. Он уже действующий, можно сказать, чемпион Европы 2012 года, но в гонке участие принимает до конца. Старт заезда. Первый неудачник Тимми Хансон. Он не может заставить свой автомобиль двигаться. Ну а те, кто стартовал, разбирают позиции на мокром треке. И следующий неудачник, похоже, Михаил Декирсмахер. Он в грязи, в грязи автомобиля Таннера Фоуста. И вряд ли можно рассчитывать на то, что Фоуст выкарабкается из этой грязи на лидирующую позицию. Тимирзянов лидер. Декирсмахер, похоже, сход. Фоуст только шестая позиция, ну а след за Тимирзяновым вроде бы ехал Хёдстрим. Нет, вытесняет Хёдстрима на третью позицию Лиам Даран. И это уже интересно, потому что и Хёдстрим, и Даран обладают крутым нравом и могут серьезно поработать в контактной борьбе по ходу финального заезда особенно. В концовке первого круга Тимирзянов Даран по основной траектории. Ну а Хёдстрим отправляется в Джокер-Лэр. Туда же направляется и Фоуст, и Тиму Хансон. Возвращение Хёдстрима. Очень удачно вслед за Матсом Лисоном, а вот неудача подсерегла Деви Жени. Объехали его соперники без контакта с машиной поперек трассы, ну а Жени вследствие этой остановки остается без шансов на успех, потому отправляет свой автомобиль в безопасное место. Тимирзянов Даран, Лисон, Хёдстрим, четверка лидеров Хансон. Возвращается в гонку и мчится вслед за Таннером Фоустом. Несомненно, для молодого пилота американская звезда – отличный раздражитель. Хотя эта пара пилотов находится на удалении от четверки борющихся за три призовых места. И в этой четверке наибольшие шансы пока у Тимура Тимирзянова. Он метров 50 выигрывает у Лиэма Дарана. Даран, в свою очередь, примерно столько же везет Матсу Лисону. Тимирзянову сейчас полегче. У него чистое лобовое стекло, хороший обзор, и он может видеть все на трассе. Относительно неплохая видимость и в лобовом стекле машины Таннера Фоуста. Но и это не помогает американцу. Его выносят за пределы трассы и Тимми Хансон. Тимми Хансон выбирается на пятую текущую позицию финального заезда категории Афинского этапа. А Фоуст снова в грязи. Второй сезон подряд американская звезда не может стать лучшим на территории Старого Света. Ну а Тимур Тимирзянов уже в ранге чемпиона Европы уверенно лидирует в финальном заезде категории Афинского этапа. А вот и Декирсмахер все-таки еще полкруга преодолел форт-фокус бельгийца с пробитым правым задним колесом. Конечно, развернувшись на полдороги, Декирсмахер однозначно мешает конкурентам. Но это уже не важно. Тимур Тимирзянов первый в заезде. Отличный темп у Тимирзянова. На второй позиции также уверена Лиам Даран. А вот что за третью позицию происходит? В Джокер-лэп отправляется Мац Лиссон и его объезжает по основной траектории Петер Хетстрям. Обладатель, между прочим, полпозиции на старте финального заезда категории А. Тимур Тимирзянов и Лиам Даран решают проехать Джокер-траекторией одновременно. За круг до финиша. Тимур Тимирзянов, спускаясь с горы, немало удивился, наверное, тем, как расположен теперь автомобиль Михаила Декирсмахера. Но вот не имется бельгийцу. Хочется ему доехать до парка, прежде чем заезд закончится. И эти передвижения явно не в пользу безопасности заезда. Ну да ладно. Проехали Декирсмахера и автомобиль Тимура Тимирзянова на Джокер-траектории. Спокойно, уверенно. И вот он, выход с Джокер-лэпа в исполнении Тимура Тимирзянова. Он определенный лидер заезда категории А финского этапа чемпионата Европы. Вторая позиция уверена за англичанином Лемом Дараном. Третья контролируется шведом Петером Хетстримом. Но Декирсмахер, ковыляя по трассе, заставляет соперников вбить его в борт. Возможно, таким способом Декирсмахер продлевает себе удовольствие от участия в финальном заезде финского этапа чемпионата Европы. Последний круг дистанции. Полкруга до финиша. Тимирзянов без вариантов для соперников. Лидер на второй позиции Леон Даран. И, по-моему, первая и вторая подиумная ступень уже распределена между этими пилотами. Кто же будет третьим? Вот основной вопрос финальной секции заезда. Да, приоткрытая дверь у автомобиля Петера Хетстрима. А ведь именно он стремится быть бронзовым призером финского этапа. Тимирзянов. Финиш чемпиона Европы 2012 года. Можно было и не ехать уже в финальном заезде. Но Тимирзянов поехал и доехал до победы. Второй финиш. Леон Даран. И он в конкурентах за второе и третье общие места по итогу чемпионата. Третий финиш Петер Хетстрим. И он тоже имеет шансы подняться высоко. А вот и очередной подвиг Тимми Хансона. Он на самом финише опережает Таннера Фоуста и становится пятым на финском этапе. Здорово. Молодец, Тимми. Ну а самый молодец из молодцов, конечно же, россиянин из Казани Тимур Тимирзянов. Что еще может быть лучше? Стать чемпионом в день победы. И более однокомандник, похоже, выиграл гонку впервые в своей карьере. Чемпионат Европы. Это просто вообще для нашей команды сегодня лучший день, наверное, в истории. Про еще одну победу Тимирзянов говорил о напарнике по команде «Намо» с Расулей Минихановой. В дивизионе «Супер-1600» Миниханов выиграл А-финальный заезд солидным отрывом от остальных. Чем поверг в шок финских болельщиков, которые грезили увидеть в победителях своих. Однако позже в шоке были уже болельщики россиянина. Ведь в пылу борьбы Расуль Миниханов забыл заехать в Джокер-лэп. А значит, победа все-таки достается финскому пилоту. Когда видишь-фидишь, а Джокер-лэпы нет, то действительно неприятно. Ну, в этом году же мы шишки набиваем, чтобы на следующий год действительно ошибок не было. Доказали, доказали, что ехать можно, бороться нужно. Будем готовиться. В любом случае, ошибки для того и совершаются, чтобы на них учиться. Ну, а команда «Намо» с Финляндии имела право считаться лучшей. Ведь в ее рядах было два финалиста, причем супер-карс. Тимур Тимирзянов официально оформил свой чемпионский статус. Браво, Казань! Браво, «Намос!» Браво, Тимирзянов! Это «Видеоспорт». Всем удачи! Всем побед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова